Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 26 глава, 12-13 стихи. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, и сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Толкование блаженного Феофилакта. Этим Господь дает нам знать, что упомянутая жена поступила так по особенному мановению Божию, прообразуя смерть его и погребение тела его. Иначе Господь не попустил бы помазать себя миром, если бы не хотел явить в этом какой-либо тайны. Но как Бог Всеведущий, Он предсказал при всем будущее, то есть, что похвалу жене, а поступки ее возвещаема будет повсюду. Ибо устрояет то, что память о ней будет повсюду, и при том до тех пор, пока продолжится проповедь Евангелия. У иудеев был обычай погребать тела с мастями мира, как делали и египтяне, для того, чтобы предохранить их от гниения дурного запаха. Итак, жена сия, говорит он, возлияние мира дает знать, что тело мое будет предано погребению. Все же это сказал Господь с тою целью, чтобы тронуть и вразумить иуду, через которого имел быть предан на погребение. В переносном смысле, разумеет, под прокаженным языческий народ, под женою грешницею, церковь из сонма язычников, которая принесла мира, то есть благочестивую веру, и возлила на главу Христа или на божество Его. Ибо всякий, кто верует, что Христос есть Сын Божий, возливает тем мира на главу Христову. Наконец, Иуда, притивший жене, как говорит Иоанн, Иоанна 12, 4, 5, есть образ иудеев, которые до ныне ропщут на церковь Христову. Толкование закончилось. Вот непонятно здесь, когда делали перевод, переводчики, даже на русский язык, они знают, что русскими людям мира неизвестно, а однако его так и переводят. Но толкователи потом разъясняют, у них обычай был, из чего это мир и готовилось, с какой целью уничтожения дурного запаха. Почему тогда, когда переводили для северных народов, и они специалисты там договорят, допустим, хлеб наш насущный, дай нам днесь. У них хлеба нет, и поэтому перевели как юкола, сушеная рыба. Зачем? Когда можно было так же объяснить. У нас смокв нету, я в глаза не видал. Переводили для русских людей, и однако перевели как смоквы, нигде не заменяли. Вот сейчас начинают, чтобы Христос был понятен людям, рисуют его в кепке, в футболке, ну, в джинсах, и как будто футболист какой-то. Зачем? Китайцы изображают Христа, обязательно, чтобы такие же были глаза, узкие и прочее. Ну, это не соответствует действительности. Или еще, знать, что эти народы такие глупые, что если им перевести хлеб на сущный, а потом пояснить, что есть такие зерновые, которые мелят, ну, тоже непонятно. Я по сегодняшний день не могу. Почему на их уровень переходили, они поднимали выше? Я как-то проповедовал в туберкулезном диспансере в тюрьме, ну, при тюрьме там больница, больница, больнички называют, там много больных очень. И грамотные люди, очень даже грамотные, генералы сидят. И вот один говорит, вот вы говорили сейчас, кстати, многие это не понимают. Может быть, как-то, ну, попроще. Вроде бы перейти на наш жаргон, чтобы понятно было, если это хорошо, там ништяк, там разные слова такие. Я говорю, два варианта есть. Вот человек упал, лежит в луже, его надо поднять. Два варианта есть. Один его поднять, тряхнуть как следует, поставить к забору, отрясти там, побольше переодеть и начинать говорить с ним. Это время говорить, поднимай, и когда он стоит. А другой вариант, самому лезть в лужу и с ним разговаривать на его языке и уговаривать его там свидетельствовать. Какой вариант лучше? Ну, конечно, тот лучше. Заулыбался, и он грамотный, и все. Так что, ребята, учиться надо. Отец Геннадий Фас говорит, я как-то с заключенными работал и решил на их уровень немного опуститься. Их имя, их словами. Допустим, письмо, а та там, маляву посылает из одного, другой с их кровать, там, а та шконка. А один из них там тоже грамотный люди. Он говорит, батюшка, этого не надо делать. От своего жаргона, своей среды, своей этой пульпы, жижи, мы уже сами устали. Поэтому поднимайте нас. И вот я это отношу к этому. Почему не поднимали те народы? И другое дело уточнение перевода слова «путь» имеет много значений, как Николай Касаткин, японский, подыскивали. Правильное, точное изложение. Тут понятно, труд. Ну, а вот это, не знаю. Поэтому, ну, беседуя с людьми, нужно библейское, четко произносить. Мне как-то задали у баптистов вопрос, собрание было их. Скажите, а вот что лучше? Вот сразу начинать проповедовать, разъяснять людям все это дело-то? Или читать Евангелие-то? Ну, другие говорят, нет, я своими словами изъясняю. Я говорю, категорически, абсолютно против. Мы должны довериться Духу Святому. Перевод прекрасный, синодальный, и поэтому нужно человеку прочитать Евангелие от и до. Точка. Это стих какой-то, мало того, еще показать, чтобы визуально, зрительно он это заметил, буквы, расстановку, знаки. Точное место писания, глава и стих. И тогда начинать разъяснять. Не пытаться учить разъяснять то, что в оригинале людям неизвестно. Довериться Богу. Результат совершенно другой. Что я здесь сторонний, а Бог главный. Вот это вот ошибки проповедников, когда мы пытаемся к людям опуститься на ту ступень, поднимать надо. А он не понимает. Сегодня не понимает, завтра поймет. Вот пример. Мы сидим в камере, в тюрьме, здесь, в Барнауле. Нас назвали камера академиков. Ну, какой я академик? Я технарь. Строительный техникум кончил. А второй, у него хоть и высшее образование, он директор рыбокомбината, но главный рыбак Алтая, как его звали. У него там и космонавты прибывали, охотились, приезжали. Севастьянов, там Герман Титов. Вот. Первый секретарь партии, другой. Ну, а третий был, это Лозин Анатолий Максимович. Это преподаватель второй группы космонавтов. А Евангелия-то они не знают. А у меня Новый Завет. И я читаю, они, а можно своими словами? Можно, но сначала выслушаем это. Я отвечаю, а надо мало там что-то напишешь, бумага все терпит. Я опять, следующий день я опять им доказывать что-то, разговор возникает, я опять, вот обстановка, арестовали, почему так? Я показываю выход из этого положения. Это не злиться, продолжать над собой работать. А на третий день уже этот Лозин и говорит, вопрос задали, а я молчу. А как у вас там в книге-то написано? То есть он теперь сам обращается как к оригиналу. И это я заметил, замечал в течение 50 лет. Довериться Богу. Вот. Я сегодня как раз готовил тему, подготовить, что значит быть Вадимом Духом Божиим, что значит иметь Духа Святого, что значит слышать голос Духа Божия. Я спрашиваю, мало кто это знает. И один из признаков того, что Бог тебе отвечает, и ты знаешь, ты слышишь его голос, голос сотрясения воздуха, сердца, совесть. Вот вчера у меня встреча была с бывшим диаконом, который, он теперь как бы под запретом, или как. Я хотел с ним встречу иметь. Вижу, что у него все не так идет, совершенно не нуждается обществом, избирает общество мирских падших людей, видит, говорит, вора, сходится с ним, с прелюбодеями сообщается. А батюшка говорит, ты один на один говори с ним, а он против записи. А он говорит, пойдет пасти коров, и ты пойди с ним на поле, и там поговори. И вчера совпало, не совпало, Бог так сделал. Я работаю на маленьком огородчике, с тобой пришли, гонят коров, он как раз пас в этот день. И мы вышли, и ты здесь, который снимал, и в стороне, ну все у нас совпало. И я хотел, чтобы там был староста. Ну, староста, Игорь Александрович Барабащев, он рядом с ним будет. Но в этот день он зачем-то приехал там по своим коровам или что-то на велосипеде. Вот все эти условия состыковались. А я старосту посылал, договорись, может быть он пойдет на то, чтобы побеседовать. Я искал, кто к нему больше расположен, или к кому он расположен, вернее будет сказать, этот дьякон-то, Евгений. Никого нету, ни друзей, никого, к нему никто, ни батюшка, никто не подходит. Подойти нельзя, потому что он все выискивает в каждом. Что ни скажу, он в каждом сразу начинает, вот как этот, мышечная возня. Десять, пятнадцать лет назад где-то что-то он слышал или видел, или придумал, он все это лепит, и лепит, как будто бы он сидит в какой-то жиже и грязи, и все время разбрасывает вот так все это зловоние. Есть такое житие Асиона, там про одного отступника он сказал, ты был как благоуханный сад, а сегодня стал зловонное болото. И вот вчера все сошлось, и маленько пришлось записать даже, говорить, а сегодня, я думаю, продолжить уже легче, маленько броня пробита. А я туда посылаю его тещу, она с ним сейчас дома, вот, моя жена, часто бывает там что-то с ними, и все-таки, думаю, встреча это будет. Жаль, что, конечно, без записи. Далее. Надо слышать голос, вот в чем дело. Бог отвечает именно так, как, но не так, как я думал. По-своему делать, но все совместил, все желания. Люди собрались и вовремя, и записывающий аппарат был на огородчике у нас, это вообще редкость просто. Такая редкость, что, кажется, первый раз это было. И мы увидели, не пропустили, все совместились. Вот смысл в чем. Далее. С 14 по 16 стихи. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам придам его. Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени и с того времени он искал удобного случая предать его толкование. Когда чуждая жена, блудница, оказала такую честь, тогда ученик уходит, чтобы предать его. Иуда предатель был из селения, которое называлось Искара. Толкование закончилось. Последнее предложение, еще раз повторяю, я его не расслышал. Иуда предатель был из селения, которое... Был из селения, а я думал, из селения лечиться. Из селения, которое называлось Искара. Ну, Искариот, Иуда, Искариот. Все толкование краткое на два стиха. На два стиха. Снова их прочтите. Стихи как-то мне по порядку говорить. Главное, сущие, это евангельские стихи, прочти. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда, Искариот. Все понятно. Один из двенадцати, еще раз подчеркивается. Вот. И он продал за 30 серебряников. Там, может, дальше будут мои комментарии, я не знаю. Меня заинтересовало 30 серебряников, но ведь курс-то падает, и на раба, и на все, и денежная система меняется. Я нигде не считал толкования. Я стал вникать вот в эту маленькую детальку, и я нашел, что здесь заложен глубокий смысл. Пастырь овцам входит дверью, а вор перелезает Инди. И потом все, кто приходили до меня, воры и разбойники. Дверь означает Писание, Священная Библия, пророчество. Христос пришел при исполнении всех пророчеств, которые указывали на него, чтобы не ошибиться. Поэтому можно было некоторым людям попытаться подделаться, чтобы совпало все. Ну, допустим, мы не знаем, кто приедет, но к нам приезжает важный человек, представитель от президента, а мы спрашивали, а как его узнать? Ну, нам писали письмо. Рост будет такой-то, глаза такие, но раньше, когда фото не было, вот считаем, Борис Годунов, и там описывает Гришка Распутин, какой он рост там будет, какой видит, где у него бородавка, и все такое. Вот, значит, о Христе пророчества, их около 300 в священном писании, и по этим пророчествам мы должны смотреть, то есть дверью он ходит, то есть пророчеством писания или нет, но подделка, подделка будет очень большая, антихрист придет, постарается так же, я из Биплиема, рожденная дева, а сам от седьмого поколения блудница, бабка, прабабка, все блудницы были, блудницы, незаконные, и будет из колена он данного, его можно будет разоблачить, Христос из колена Иудина, это нельзя подделать. Вот. Были люди, которые очень хотели стать именно антихристом, который придет, который подделаться под Христа будет. Был такой человек в правительстве Ленина, он когда маленький был, он сам о себе говорит, это вот отлетает вот эти приклеенные. И он к матери подходил и спрашивал, мама, а ты меня как нажила, я законный у вас или незаконный? Потому что в школе изучал это. И может быть, если я от блудницы, значит, у меня еще одно совпадает. Надо все остальное, чтобы совпало. А что, я из Биплиема рожденный, это можно подделать паспорт. Но есть вещи, которые нельзя подделать. Нельзя. И вот одно из них, вот это пророчество. 30 серебряников. Во-первых, рабовладельческий строй исчез, рабов не продают, ну только, которая похищает людей, статья, но не будет он таким. Именно вот это, чтобы совпало. А если бы заплатили 29 серебряников, значит, это не Христос. А 31 серебряник, это не Христос. Точно 30 должно было быть. Если бы ведро смог стоило там полдинария, когда писал Захарий это пророчество, а во времена Христа это стоило уже целый динарий, то вся стоимость меняется. Земля покупает ее Иеремия. Но стоимость раба засохла на том месте. Она не была удивительной ценой во времена Захарии. Кто скажет, что это за стоимость раба? 30. Какая? Это стоимость самого низшего раба, у которого ничего нет, даже плаща, а только деревянные башмаки. Я вот до какой подробности дошел это. И стоимость его стояла на одном месте 500 с лишним лет. Вещь невероятнейшая. Этого, скажут, нельзя даже догадаться. Ну вот мы считаем, какие были деньги в царское там время. Говорят, а там царь подарил 10 рублей. О, 10 рублей. Это лошадь купить можно было, корову купить можно было. И перечисляет, что можно было на 10 рублей. А сегодня на 10 рублей ты бублик не купишь. Буханку хлеба не купишь. Вот это удивительно. То есть менялась единица денежная в Риме, в Персии, в окружающих государствах. А в Израиле засохло на одном месте 700 лет. От одной из чудес было. И поэтому подделываться, вот под это, как Бухарин, он, Бухарина-то хотел быть антихристом. Николай Иванович, мама говорит, нет, законно. Почему ты, сынок, спрашиваешь? Я хотел бы, чтобы был антихристом над всем миром властвовать. Вот какие люди есть. Но надо дверью войти. И вот сектанты, они приходят, и говорят, все самые хорошие, которые даже от Баптиста. Почему? По Писанию апостолы рукоположили епископом. Эти епископы, благодать данную их руками, рукоположили других. И где эта связь разрывается, там ничего нет. Они от церкви никакого понятия не имеют. А получили ли вы Духа Святого? Они даже не слышали. В другом месте Филипп крестил их, и они Духа Святого не получили. Филипп, это диакон, а был Филипп апостол. И сообщили апостолам, апостолы пришли и возложили руки. Бог так сделал только через их божественные руки. Почему Иоанн Златоуст говорит «Без этих священных рук священства нет спасения грешным». Так написано верующим, вот верующему как раз это надо принимать. Это дверью войти. Православие имеет эту дверь, католики имеют. Григория на армяне, копты и сирийцы, больше никто не имеет. Все остальные перелазят через забор. Мормоны разные, свидетели Губы, у них никаких правил, ничего нет. Вот мы видим, фильмы ставят, прекрасная, полюбенно выходит, никого не слушается, прикословит, вольная такая. Мы это видели. Дверью надо научиться вести разговор, в дверью входить, подтвердить священным писанием. Эту дверь вот сегодня я пытаюсь открыть, беседуя о том, как исполнится благодать и Духа Святого. шестьдесят семь или семьдесят шесть, уточнить надо, мест Библии только привожу, местописания из жизни. Сегодня наша будет беседа на эту тему. И мысленно надо молиться, чтобы Господь усмотрел, ничего не упустить. Нужные люди, чтобы были на занятиях после богослужения. Далее. 26 глава с семнадцатого по девятнадцатый стихи. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему, где велишь нам приготовить тебе Пасху? Он сказал, пойдите в город к такому-то и скажите Ему. Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Толкование. Мне кажется, что первым опресночным днем евангелист называет день предопресночный, предыдущий дню опресноков. Есть Пасху, им надлежало по-настоящему вечером в пятницу. Этот день и назывался днем опресноков. Но Господь посылает учеников своих четверг, который евангелист называет первым днем опресноков, как предшествующие пятницы, в которую вечером обыкновенно ели опресноки. Пасху же хотел совершить для того, чтоб не показаться противником закона. Своим временем называет свое заклание, дабы мы знали, что он заколается небезведомо о том и не против воли своей. Толкование закончилось. Понимаете, если ты любишь Господа Бога, Господь будет открывать тебе новое и новое. Вот в прошлый раз мы запись сделали, а Шарик взял на мою кровать, заскочил и сидит там хозяин. Но что делать? Привязывать больше негде. Комната такая маленькая, там очень удобно. Я решил изменить обстановку. Я остановился на это, он прям на просто. Ладно, я обойдусь. Кровать обычно выветривается около часа, потом покрывалом накрываем. Решил сразу накрывать, а потом могу открыть. А сверху плащ-палатку военную, а сверху еще газеты. Это настолько необычная была обстановка изменения, и он не боится ее, а просто у него не вмещается можно или нельзя. И вот у человека нужно менять обстановку. Как-то Немеро этот Станиславский, кажется, с батюшкой встретились, они были близкие между собой, и батюшка посетовал, говорит, народ совсем перестал в храмы ходить, пустые. Службу начинаешь, никого нет. А он говорит, ну он-то режиссер, и говорит, а у меня театры переполнены, и программы уже менять надо, а все еще на старую пьесу идут, идут в Вишневый сад. Так что, батюшка, репертуарщик менять надо. Вот. И у нас тут служба идет вечером, особенно вечером, бессмыслица. Я православный, я это говорю, бессмыслица. Уже отмолились, все, опять придите, поклонимся. Уже надо искать шапки, шапочный разбор. Куда прийти, когда я стою? Дальше на стое, и все дальше идет, и идет, молотит, молотит, батюшка, кружит тут с этими, особенно, когда они что-то освещают в воду, поставят, епископ, и вот стул стоит, на стуле ведро у нас будет, и вот вокруг хороводят, или начнут, когда там, венчать, ну, ходят вокруг, не конца края, где-то здесь, возьмите за уроки, взялись, все, объявляю вас мужем, женою, это даже Иуда Бенгур, это даже, как бы, апостол Петр так было, вот накрутили это все, просто какое-то кручение идет, зачем? Все проще нельзя, ну, проще, проще некуда, Писание говорит, дни были опресночные, ну, и все, ну, опресночные, что такое, нет закваски, мука и вода, больше ничего нету, лепешки как делают, быстренько раз, мукой замесила, женщина раскатала, прилепила даже к любым кирпичам, как лаваш готовят, горяя, раскаленным кирпичам, нет, у православных, квасный хлеб, вот у меня, у нас тут были двое, как в мире говорят, Баламутия, тут Волков был, Шимков, и вот они затеяли, да вот у святых отцов, и начинают перечислять, там, Максима, исповедника, зачем они, когда прямо говорили, нет, это на квасном, а я ересь говорю, как на опресночные, дни опресночные, и кто вкусит квасного, да будет предан смерти, не просто заповедь, а заповедь под смертельным страхом нарушения, Пасха это опресночные, дни опресночные, ничего не докажешь, и некоторые сейчас считают, то, что они там написали на меня, и хорошо, что они другие считают, они до сути еще не доходят, они бы меня не жуя слопали, эти попы, а вот именно опресночные, опресночные, они правее нас, а, ты окатоличился совсем, я признаю, как у нас есть, я причащаюсь здесь, я не меняю ничего, но у меня есть соображение, что Евангелие вернее наших придумок, Симеона Солунского, вот скрижаль новая, все это описано там, по пунктам, параграфам, Скобалинович, профессор, пишет об этом, я знаю, как объяснять, почему именно, что тесто поднимается, оно, говорит, пыхтит, как бы пых, пых, там еще есть рассказ, мальчишка испугался, кто на печке пыхтит, убежал из дома, это показать, что живое у нас, да какое живое, когда тело мое, тело от мертвого уже берется-то, как раз и не нужно этого показывать, само объяснение, разрушает до основания утверждение православных, что должен быть квасный хлеб, ну тело-то от какого-то тела, кровь от какого, от живого, и даже этого не понимают, почему, а потому что не дверью входим, и мы православные тоже ломимся, это прямо ломится, ломится, в косяки куда-то там вот давит, вот дверь, значит, вот я вошел в нее, вот покажи дверь, вот она дверь, ну а рядом там, дальше рукомойник у нас, ну давай туда, залез там, где рукомойник, я что-то утром зажигать свет стал, и не могу найти нигде, вот пошел, со шкафа начал, и вот так и люди, которые, не зная Писания, пытаются что-то утверждать, а вот святые отцы сказали, какие святые отцы, назови, никого нет, привыкли прикрывать со словами святые отцы, ну а было такое, что говорили неправильно, говорили неправильно, и их церковь не приняла, Ефрем Сирин сказал такое, что церковь не приняла, это как бы говорил, не говорил он, яко не бывшую, вот и все, церковь не все принимала, вот святые, а Ефрем Сирин, такой защитник православия, какой он защитник, беседует с царианином, и он не может его победить, и он придумал хитрость, а зачем она хитрость нужна, а победить, победить, пришел, с кем он будет диспут вести, а тот уже старый был, преклонные года, и кое-что уже забывал еретик, но у него книга написана, книга-то от руки не типографская, это целая жизнь, пришел, а там дома одна служанка, и он говорит, мы друзья, а не друзья были, то есть оманул, ну а та тоже видимо не дошла до нужной кондиции, но мне книгу надо почитать, я ее быстро верну, она дала книгу, он пришел, а у нее клей, и он каждую страницу пролистал, и клеем замазал, замазал, слепил ее, ну пока нес там подсохло, положил, она и сохнет у него лежит, тот и не знает, но оступил диспут, и он теперь кинулся к книге, открывать-то, противосектантские свои труды-то, они открываются, вот она божественная, православная мудрость, ну какая же это мудрость, Никола Мерликийский чудотворец, беседует с Арием, с Арием самим, доказать ничего не может, размахнулся, как брязнуло его по зубам, говорится, теперь пытается даже показать, что будто бы это надо духовно, но они проходят этот номер, и это было настолько возмутительно, на соборе, председатель собора вселенского, и бьет по лицу сопротивника, ну какой же это пример, где-то такое находили, почему Павел даже волхва не ударил Елим, а говорил как есть, у Павла было много сопротивников, и святые отцы, это соборные, которые это, 318, это в 325 году было, а они все-таки нашли правильное решение, сняли его с председательского места, и наказали, этого делать нельзя, это хулиганство, самое настоящее, но вмешались люди, любящие видеть сны, как вот Юрасов, отец Амброси, а кому-то сон был, какое-то видение было, в тонком сне, то есть они все время в тонком сне, они по-настоящему-то не спят, а так, стоя к стенке прислониться, это тонкий сон у них, и будто Божья Матерь явилась и сказала, наказывать нельзя, он поступил правильно, ну и теперь, ну можно дальше, ну а в руку-то можно кастет взять, можно в рукавичку боксерскую заложить, туда свинчатку, ну и ломануть так, что и щелюсть сломает, а было такое? было, было, но это разрешается, это еретик, теперь Филарет, митрополит будет объяснять, враги есть Божьи, враги наши, вот, и враги Отечества, врагов Божьих ненавидеть надо, своих прощать, вот сюда заповедь, а врагов Отечества истреблять, тогда разделили, где ты нашел это? разделение, градации, враги написано, все, прощай, независимо от того, какой он еретик, и это вот, надо сюда все это применить, на основании Слова Божия, но изменился Арий, конечно нет, что сделать? сослать, а это отцы уже утвердили, его в ссылку, имение, значит, конфисковать, ну а дальше это пойдет, казнь уже, следующий собор легко на это переходил, отдать царской власти, особенно при истинянии великим, это так легко, а дальше уже инквизиция шла, дальше уже НКВД придет, да на, вы основание-то положили, попы, вы святые, в кавычках, отцы, сидящие на соборах, вещь недопустимая, не могли доказать учение Святой Троицы, и не надо было доказывать его, мы принимаем, вы не принимаете, а истребили Ариан? Нет, не истребили, всех-то осталось, вот свидетели Иеговы, как раз сейчас это их последователи, ничего насилием нельзя сделать, НКВД пытался сломить, заставить единообразие, и чтобы толпой одновременно одинаково, два перста нельзя, вчера молились, говорят, канонизированные люди, наши православные, теперь они не святые, у мертвых стали пальцы перевязывать троим персием, Анну Кашинскую, у ней персты двое, и уже спустя сколько времени ее деканонизировали, потом опять канонизировали, после смерти ее то в рай пошлют, то вытащат оттуда, и за персты, вот с Александром Свирским они мучаются все, больше заниматься нечего, трупопоклонники, самое настоящее, расчленять стали святость от отпиленных, отрезанных ног, суставов, трупопоклонники, докажут, в бешенство приходят, как это, святых трупом называют, да вы что, я говорю, а как же, Господь говорит, где труп соберутся орлы, даже Христос себя трупом называет, и далее, убьет, антихрист придет, двух пророков, свидетелей, и трупы их бросит на улицах города Иерусалима, значит, и ног или я умершие трупы, а поменьше которых, это уже нельзя сказать, сразу замолкну, раз так напевал, вот она перевод неправильный, это все не дверью, вот мы находим, что в Священном Писании, когда ты в полной развертке на сегодняшний день, потому что все написано, написано в наставлении нам, достигшим последних веков, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы, Писание должно заговорить с нами, сегодня, конкретно живым языком далее, с 20 по 22 стихи, когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня, они весьма опечалились, и начали говорить ему, каждый из них, не я ли Господи, толкованием, из всего некоторые заключают, что в тот год Господь не вкушал Пасхи, агнца говорят, ели стоя, а Христос возлежал, следовательно, не ел Пасхи, но мы утверждаем, что он сначала стоя, ел Пасху Ветхозаветную, а потом уже возлег, и преподал свое таинство, наперед совершил он прообразовательную Пасху, а потом совершил и Пасху истинную, а поступки Иуды предсказывает с тую целью, чтобы как-нибудь исправить его, заставив устыдиться, по крайней мере, общение трапезы, и дав ему знать, что он хочет предать Бога, ведущего сердца и помышления. Ученики же стали беспокоиться за себя, потому что, хотя совесть их была и чиста, но они доверяли не столько себе, сколько Христу, как знающему сердца их лучше их самих. Толкование закончилось. Вот здесь тоже Христос его не обнаружил. И сегодня говорят, грешника не надо обнаруживать. Если грех явный, надо обнаруживать. Апостол Павел говорит, обличает пред всеми, дабы прочее страх имели. Это место вообще не считают никогда. Почему? А вот когда он тайно согрешил, тайно там, ну такой грех там даже сблудил, тогда еще никто не знает, в это время скрой, защити его этим. Иначе, если она ревнивая, ревнивый муж, а жена согрешила, он может по ревности жизнь отнять у нее. И поэтому интересно есть правило. Обычно, если жена сблудила, ее отлучают на 12 лет, мужу неверное, а муж только на 7 лет. Василий Великий составляет правило и сам говорит, оно несправедливое, но по-другому пока нельзя. Женщина находится не в привилегированном положении. И теперь ее объявлять нельзя, потому что она должна выйти из храма, в притворе. Муж сразу скажет, ты чего выходишь-то? Да ты уж не сблудила ли? Поэтому церковь ввела особое правило. Жена соблудившая, но замужняя, именно о замужних речь идет, может, не может, а не должна выходить, но не причащается. И муж, а муж-то не всегда может в храме, бывает он и не знает, он и не понимает, что она отлученная-то. Видишь, как церковь щадяще подходила даже в этом, таком важном, щепетильном вопросе. И вот когда считаешь, Иуду он не обнаружил, вот видишь, нельзя обнаруживать, он грешник. Нельзя, потому что ученики еще были ветхозаветным духом проникнуты. Они убили бы его. А почему убили? Да потому что любили Христа. Они не хотели допускать потери своего учителя. Петр, смотри, говорит, как с Малхом поступил, ударил его, ухо отсек. Ухо даже в слуге, который пришел. Рядом воин, и он не побоялся. А наедине-то они бы вообще с Иудой разделались как. Вот почему. И Христос его как бы скрыл. Хотя в Писании написано, кому обмакнув кусок, подам. Подал Иуде. Старобрядцы это поняли. И у нас дедушка, он из кержаков, староверам, никогда не разрешал хлебом макать в солонку. Нельзя. А почему мы не взяли? Не знали. Он возьмет дедушка, насыпет на стол или на кусочек. Тогда можно. Я не мог понять. А дед, видимо, сам не знал или что. То есть внешнее соблюдение вот это как бы есть, а сути зерна нет. Вот одна оболочка зерна, это кожура, как орех грецкий. Вытащи оттуда внутренность, а дальше ничего нет. А не обнаружил его, опять на то же, не обнаружил обыкновенная причина. Они бы могли убить его. У евреев был закон, если даже лежащая на лоне твоем, на груди, жена скажет, пойдем к чужим божествам, давай от старти поклоняться, да не пощадить тебя, и ее, твой глаз, твоя рука. Ты должен уничтожить ее, шторещерам заебить. Ее убьют. Вот мусульмане, откуда это держат? Так что к мусульманам, за то, что он из мусульманства переходит в христианство, они их убивают. Тут тоже обоснование, даже при том библейское может быть. А как? Никак. Он обрекает себя, должен уехать откуда-то, ну и все остальное. Что можно сделать для сохранения жизни. Вот и все. Далее. 23, 24, 25 стихи. Он же сказал в ответ, опустивши со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, сын человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым сын человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться. «При всем Иуда, предающий Его, сказал, не я ли рови?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». Толкованием. Хотя Христу и предопределено пострадать для спасения рода человеческого, однако поэтому отнюдь не следует чтить Иуду. Напротив, горе ему, потому что он сделал это не с тем, чтобы содействовать воле Божией, но чтобы исполнить свою злую волю. Притом, если рассмотреть внимательно, Христос не имел непреклонного желания быть распятым. Это дает он видеть из того, что молился об удалении сей чаши. Но так как он знал, что по причине злобы врага иным способом невозможно людям спастись, то начинает потом желать испить чашу, которой сначала не желал было. Словами, «Лучше было бы этому человеку не родиться» показывает, что небытие лучше бытия во грехах. Полкование закончилось. Вот я на эту тему задумывался тоже, и тоже стал исследовать, что значит исследовать Писание. А вот узнать, Иуда, Искариотский предал, а вот мог бы не предать, то другое. Это все уже в плане Божьего спасения было. Теоретически, да, практически нет. Практически только Христос должен был умереть на голову. А если бы Христа повесили, это не Христос. Это не Христос. Он должен был быть распят на дереве, с пролитием крови. Это все пророчество было, проклят, повешенный на древе. А могли Христа побить камнями? Могли, и сколько раз. Покушение было на это. Но его не могли убить, потому что у него уже предсказано было, он должен быть повешенный на древе. Да как повешено, взяли петлю и дыши? Нет. Пронзили руки и ноги. Можно было ребра сосчитать. Он висел обнаженный. И обязательно об одежде будут бросать жеребий. Это все были пророчества, они должны были исполниться. Иуду стали посчитать, как святого в советское время. Там, кажется, по указанию министра просвещения в правительстве Ленина был Луначерский Анатолий Васильевич. И он дал указание, и тут город какой-то, Каинск был, и там будто бы поставили, что памятник был, а потом в других городах стали ставить. Иуда правильно сделал. Это передовой просвещенный человек. А теперь стали, нашли еще Евангелие от Иуды. И вот Евангелие от Иуды сейчас везде. вот видите как, Иуда исполнил то, что касается спасения. Если бы он не предал, Христа бы не распяли, мы были бы не спасены. И Иуда это святой человек. Я когда услышал, то совершенно ненормальные, больные люди. Как святой-то? Он предатель. А в народе-то было понятие о предательстве. Было. Вот когда откроем святца, по святцам попы назначали имена. Поэтому такой разброс был большой имен. Как вот я говорю Климент, Ефремов, все говорят Ворошилов. Где Климент сейчас? Где Ефремов? Это трудно найти такие имена. Вот у меня старший брат Самуил, я Игнатий, следующий Аким. Батюшка назначал. Он священник, наставник или там кто? Он решал. Родители не решали как назвать. И там встречается слово Иуда. Имя Иуды. Иуда-то был апостол святой-то. В России Иудой не называли никогда. Почему? Видимо, тут могли что угодно упрашивать, кто крестил, но не называй его Иуда. Так это святой не тот Иуда. Народ этого не знает. Будут считать Иуда, Иуда, Иуда. Предатель. Вот Власов сдал там армию Гитлеру Иуда. Слово Иуда. А почему вот у немцев Адольф Гитлер был, а теперь Светлана Адольфовна, смотришь зона, везде Адольфов называют и продолжают. Ничего нет. Никто не смеется, но Адольф привыкаешь к этому. А у русских вот к слову Иуда такое пренебрежительное отношение. А в других странах, оказывается, называют Иуда и ничего в этом нет. Значит, у русских слово, связанное с предательством, вызывало мощнейший негатив. Считаю, на сегодня хватит. Ну, сегодня у нас воскресенье, 15 сентября 2013 года. Завтра у нас престольный праздник в Потеряевке в честь святого мученика, умученного епископа Анфима Некомедийского. Это я был, когда в Америке ходатайствовал в Синоде, чтобы назвать наш храм в честь его. Почему? Потому что епископ этот в 302 году в Некомедии был замучен. Единственное, за 20 столетий, у которого вся община взошла на небо. А это ни худа, ни мало было. 20, примерно, 3000. За два приема их всех сожгли. Это и, ну, сегодня, сказали бы, в книгу Гиннеса записаны. Ну, это я уж, просто, чтобы понятнее было. Сегодня воскресенье, к нам должны приехать гости, там, священники. Ну, как это будет у нас, я не знаю. Вот. Потому что претензии патриархии очень сильны на то, чтобы нас покорить себе. Они приезжают как гости. И тут они будут возглашать, поминать патриарха Кирилла и местного епископа Иванникова Сергия. Но я батюшке сказал, ты скажи обязательно, чтобы поминали Илариона, под которым мы были. Ну, будут они или не будут, но ты никогда не возглашай. Мы говорили, нет, он не будет это. Мы к патриархии никак не относимся. Это они просто пробный шар катнули, что с нами будет. А теперь бы Сергий дальше мог бы пойти, а ты не подчинился, не поминаете, я тебя отлучаю. У него нет власти, мы к нему не относимся. Мы другой юрисдикции были. И вот и такая обстановка. Это мы можем и здесь к этому применить. Что делаешь, делай скорее, Христос сказал. Вот, если человек уже созрел, должен лопнуть этот пузырь гнойный. Чем раньше, тем лучше. И вот они лопаются сейчас вокруг нас, а сделать с нами ничего не могут. Никак. Мы ни в чем не виноваты. А насильно присоединить, а вы теперь относитесь к этому не юридически никак нельзя. Мы к патриархии не относимся. И указы нового вот этого епископа Сергия Иванникова никакого отношения к нам не имеют. Просто они сделали это, думаю, закрылись руками и смеются. Ну-ка, ну что-то будет или нет. Это посоветовали, молодые. Я так проникаю своим умом. Это молодняк вот этих молодых епископов. Они, видимо, сделайте так, да сверните им голову и прочее. Иларион пусть откажется, а вы сразу издавайте указ, как будто они к ним относятся. Но это не колхоз, который из одного района, вот был Шарчинский район, вот мы, потом сделали Ребрихинским, а потом сейчас мы Мамонтовский район Алтайского края. Это не так. Это нельзя сделать так. А за патриарха то мы молимся, за Сергия молимся в домашних молитвах. Нет, надо на богослужение поминать. Так это к спасению относится. Если я не поминаю, а в тысячах храмах поминают, он сам молиться не умеет, патриарх. Без моего поминания ему двери райские закрыты. Глупости. Самые настоящие. Я не говорю, что я Иларионов, я Аполосов, я Христов. И поэтому у нас главный первосвященник Иисус Христос. И поэтому Иларион живой, мы за него будем молиться до его смерти. А будет новый там первый иерарх, русская православная зарубежная церковь. Будем за него молиться. Благословен Господь. Дайте-ка мне встать, как я встаю. Спаси Христос. Ну-ка, дайте. Ой-ой-ой. Подождите, сейчас я покажу, как я встаю. Ой. Меня краном поднимать надо, я как слон. А когда встам, я расхожусь, все. Нога не имела после операции. Все. Живой, здоровый, бодрый. Слава Христу. Ой. Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу.